Ребят, всем привет! С вами Татьяна Гусева, серебряный директор компании Фаберлик в проекте Фаберлик Онлайн. И сегодня я хочу снять с вами распаковку моего заказа, но прежде чем перейти к этому и показать, какой личный объем я сделала в этом каталоге, какие товары я заказала, я вам немного расскажу о возможностях заработка с нашей компанией. Дело в том, что за последние три месяца сотрудничества с компанией Фаберлик, то есть за первый квартал 2023 года, я заработала более 623 тысяч рублей. И эта сумма чисто по маркетинг-плану с оборота моей структуры без учета премий. Премию за подтвержденное серебряное звание я получу по итогам шестого каталога. То есть сейчас у нас заканчивается пятый через две недели, потом я подтвержусь еще раз в шестом каталоге и по итогам шестого каталога плюсом к таким хорошим выплатам с оборота структуры, я еще сверху получу 110 тысяч рублей за подтвержденное звание серебряного директора компании Фаберлик. Сложно ли мне работать? Нет, мне комфортно, мне хорошо, я люблю свое дело, я люблю свою команду, мне нравится то, чем я занимаюсь. И я обучаю этому других людей. У нас вообще есть два основных направления, по которому идет обучение. То есть первое более простое и второе более сложное. Второе направление это то, как работаю я. То есть мы строим структуру, используя для этого определенные инструменты. То есть путем регистрации новых пользователей создаем определенный товарооборот. И чем больше товарооборот мы создали, тем больше процент мы с него получаем в виде выплат от компании Фаберлик от 3 до 23%. Когда вы поднимаетесь на ступенечку 23% по маркетинг плану, вы уже становитесь директором компании. И ваш товарооборот в баллах составляет уже от 3000 баллов. 3000 баллов это выплата на структуру 41 400 рублей. И тут нас поджидают уже интересные моменты. Ну и в принципе тут вообще с момента регистрации нужен наставник. Нужна хорошая команда, активная, работающая. То есть благодатное поле, куда вы зарегистрировавшись попадете. И если с вами работают, если вы находитесь в среде таких же лидеров, которые тоже кто-то обучается. У кого-то уже есть результат, кто-то уже сам наставник, кто-то почти директор, кто-то только-только пришел. И когда вы попадаете в активный коллектив, вы начинаете, как вам получается легко влиться в эту систему, в эту работу. И вы продвигаетесь дальше. Но для этого, конечно же, нужно правильно выбрать команду. И вот я обучаю, исходя из своей личной практики, потому что у меня были и ошибки, и были и взлеты, были и падения. И исходя из своей личной практики, я обучаю, как выстраивать структуру таким образом, чтобы у вас был и доход хороший, и чтобы у вас карьера росла. Потому что доход, в первую очередь, это моменты с построением, а карьера, да, ну, чтобы мы получали больше выплаты. А карьера, это уже ваши директорские звания, за каждое из которых вы получаете определенную премию. И чем ваше звание выше по ступенечкам маркетинг-плана, тем большую сумму премии вы получаете. А так у нас помимо, ну, из премии у нас есть директорские бонусы, квалификационные бонусы, есть бонусы стабильности, развития, есть бонус материнства. То есть целых пять вот таких вот интересных, хороших бонусов, когда вы получаете выплату, помимо оборота структуры, еще вот по маркетинг-плану из глубины, скажем так. Вот, и это касается построения, потому что, например, я на своем звании серебряного директора получаю доход такой, какой люди получают, ну, гораздо уже там, может быть, даже на несколько ступенек выше, чем серебро. А все потому, что у меня структура построена вот таким вот особым образом. Потому что для меня, мамы, у которой четверо детей, и я работаю, зарабатываю деньги одна, то есть я есть источник дохода в нашей семье. Для меня в первую очередь важен, конечно же, доход. Ну, и теперь уже, когда доход у меня составляет какую-то, ну, такую сумму, которой можно, в принципе, практически спокойно, нормально жить, вот, теперь у меня уже больше упор идет на построение директорских групп. Соответственно, сейчас вот у меня директорская группа отстроена, она уже идет с большим нахлестом, в нее уже сейчас с каталога на каталог открываться откроются новые директора уже второй линии, вот. И сейчас растет у меня еще две директорские молоденькие маленькие веточки. Одна веточка в моей первой линии, и вторая веточка в линии моего сына, да, то есть она, получается, ветка в моей директорской ветке. То есть, да, если эта ветка вырастет, я не стану золотым директором, я так серебряным и останусь. Но моя эта ветка, которую я отстроила, она станет старшим, да, директором будет этот человек. То есть я развиваю ветки, чтобы они были крепкие, глубокие, помогая своим партнерам регистрации, регистрациями, ну, помимо всего остального. И выстраиваю таким образом, чтобы они были стабильными, чтобы они корни пускали, чтобы эта структура была, ну, стабильной, да, хорошо приносящей доход. И чтобы лидеры в ней могли хорошо развиваться и тоже таким же образом укрепляться и получать хорошие деньги. А второе направление, по которому мы идем, это мы обучаем заработку на более простых вещах, но тоже с перекликиванием, да, с переплетением с маркетинг-планом. То, что он, конечно же, здесь везде присутствует, без него никак. Дело в том, что очень многие люди, я с ними сталкиваюсь, вижу, у кого-то было касание какое-то сетевым бизнесом. Кто-то зарегистрировался, например, только узнал о таких возможностях, потом терминировался, удалил. Кто-то себя пробовал, не получилось, да, не созрел. Не получилось, это что значит не получилось? Не получилось, это либо он ничего не начал делать, либо делал неправильно, либо находился не в том месте, где бы он смог бы получить хороший результат. Либо он вообще, в принципе, был зарегистрирован ранее в какой-то другой компании. Но есть разные компании, другие тоже сетевые, где работать гораздо и гораздо сложнее. И вот люди там вроде бы как бы прикоснули к сетевому бизнесу, но результаты, соответственно, никакого не получили. А мысли в голове осталось. И вот они приходят и хотят пробовать еще раз, да, для того, чтобы развиваться в этом направлении. Но у них нет, скажем так, базы. То есть понимание того, что в сетевом можно зарабатывать хорошие деньги есть, а как их заработать и что нужно делать, у них нет. И вот приходится, конечно же, с ними работать прямо с самого-самого нуля. И при этом они бывают, что не хотят, обжегшись до этого, да, не хотят сразу же идти в построение структуры, а хотят зарабатывать более какими-то лайтовыми способами. И для этого у нас есть свое обучение к введению клиентских чатов. Причем обучение систематизированное, с четкой системой дубликации, где люди получают хороший результат. То есть что оно из себя представляет? Вот смотрите, если я работаю по построению структуры, то моя задача какая? Я использую различные инструменты регистрировать людей, которые заинтересовались либо в построении бизнеса, да, также возможностями бизнеса с компанией Фаберлик, либо покупками. И те, кто делают покупки, люди же обычные, да, ну что им там нужно? Они там сделали заказик там на 25-30 баллов в каталог, ну кто-то на 10-15. И таких людей много-много-много-много и получается приличный оборот за каталог, да, из которого я получаю выплаты. Вот, это одна история, да, плюс приходят маленькие лидеры, которых нужно развивать, растить, и они начинают дублицировать, отстраиваться и так далее. Вот это одна история, когда мы работаем по маркетинг-плану, отстраиваем структуру. А другая история, когда люди приходят на клиентские чаты, и у них тогда задача другая. Она не хочет запускать рекламу, она не хочет рекрутировать руками, это вообще не ее. Она хочет работать в другом направлении, то есть она не ставит себе цели зарабатывать там 100, 200, 300, 400 тысяч рублей. Она хочет зарабатывать десятку, то есть 5-10 тысяч рублей в каталог дома с маленьким ребенком, ей этого достаточно. То есть ей хватает дохода, который, например, есть в семье, но ей нужны какие-то свои свободные вещи, там, я не знаю, на помадки, на косметику, на какую-то кафешечку с подружками и так далее. Вот, она любит заниматься какими-то бьюти-моментами, да, ну вот, то, что у нас, и хочет развиваться в плане клиентских чатов, окей? Тогда такие девчонки приходят, мы их добавляем в наше обучение и идем по этому пути. То есть что такое клиентский чат? Это когда вы не работаете с каталогами, то есть вы не берете каталоги, где-то у меня где-то был каталог, да, не заказываете их в 100-500 штук, целую пачку, вкладывая сюда определенные деньги, потом с этими каталогами носитесь там по городу, раздаете их своим знакомым, либо в каких-то местах, где люди могут зайти, да, полистать каталог и сделать у вас заказ. Потом вам надо будет бегать, эти каталоги собирать, формировать там заказики дома по пакетам, эти пакеты развозить, куда-то разносить, и вот так вот, в общем, за небольшие деньги такая головная боль. Нет, эта история осталась далеко уже в прошлом, наверное, так уже мало, ну, как делают, конечно, люди, но все меньше и меньше, реже и реже, но мы пришли к своей системе ведения клиентских чатов, когда ты мамочка с детьми, да, у тебя ребенок, допустим, ты дома находишься в клиентском, ой, в декретном отпуске, в клиентском отпуске, в декретном отпуске. Я знаю, что такой маленький ребенок, у меня их четверо, из них двое двойняшки, а потом следующая была погода, да, с небольшой разницей. И, соответственно, я знаю, что такое, когда нет возможности выйти из дома, когда ты не можешь оторваться от ребенка, когда ты не можешь куда-то поехать, и какие уж тут могут быть каталоги. А при этом жесткая, острая нехватка денег, она присутствует всегда. Тогда тебя выручает клиентский чат, то есть ты создаешь клиентский чат в своем мобильном телефоне, мы тебя обучаем, и вот тут момент, сделать чат легко, а вот сделать так, чтобы люди в него зашли, остались, заказывали потом у тебя на регулярной основе, и в него же притекали новые люди, увеличивая твои обороты, вот для этого тебе уже нужна команда и нужен наставник, потому что уже без этого очень и очень сложно продвигаться самому. А вот тут-то как раз-таки мы и подключаемся, мы даем тебе обучение, мы даем тебе сопровождение, то есть как приглашать, как сделать так, чтобы люди с тобой остались, откуда находить новых людей, то есть как приглашать холодные контакты, как сделать так, чтобы они перешли и тоже остались там у тебя, и более того, как делать так, чтобы эта группа у тебя работала, а люди не просто там сидели, а чтобы они делали у тебя заказы. Плюс мы даем тебе все рабочие материалы на ежедневной основе, То есть, ты каждый день получаешь материал, который ты заходишь и выкладываешь в свою группу. То есть, тебе остается, по сути, только оформлять заказы и зарабатывать на своей разнице в цене. Но это еще не все. Помимо того, что было бы просто, да, просто рассказать, как и дать рабочие материалы, у нас есть крутая взаимопомощь. То есть, когда, если вдруг вы людей добавили, да, ты добавила людей в свой клиентский чат, а люди сидят, а покупки, допустим, не делают, не заказывают, тогда у нас есть группа взаимопомощи, которая помогает раскачать этот чат, да, и поднять активность, то есть, спровоцировать людей на покупки, то есть, много всего. И вот с этого момента ты начинаешь зарабатывать деньги. У тебя будет скидка, то есть, с момента регистрации у тебя скидка 20%, потом она становится 26% от цен каталога, плюс увеличивается твой оборот, и я тебе гарантирую, даю 1000%, что ты будешь с него получать минимум 100 баллов в каталог, если будешь правильно все делать так, как тебе говорят, да, и принимать его внимание, а 100 баллов в каталог, это у тебя уже привилегии по ВИП-программе. Вот, например, смотри, у меня сейчас есть мой заказ, который я забрала. Я тоже иду по ВИП-программе, то есть, у меня есть определенный мой ВИП-стаж, и вот я забрала коктейли. Вот этот коктейль, который я пью, он у нас стоит в каталоге 2399 рублей, а я за него заплатила 990, то есть, полторы тысячи я сэкономила. Вот представьте себе, ты будешь идти по ВИП-программе, у тебя закажут два коктейля, ты с них трешку сразу зарабатываешь, то есть, 3000 сразу, это твой чистый доход. Вот такие вот эти примеры просто привожу, да, вам, тебе, вам, то есть, всем, чтобы было понятно, что это такое. Вот, идя по ВИП-программе, дополнительные скидки, дополнительные бонусы есть на продукции скидки, да, о чем я говорила, там до 90%, плюс еще сейчас компания Фаберлик создала такую классную платформу, которая называется платформа Фаберлик Драйв, и если ты ВИП, то ты идешь еще дальше на эту платформу и начинаешь получать драйвы за свои личные заказы, то есть, сделала 100 баллов, 100 драйвов получила, а каждый из 100 драйвов, это один золотой драйв, и чем больше у тебя таких золотых драйвов, тем больше шансов у тебя на победу в различных розыгрышах, то есть, вот у нас, по-моему, 11 мая, если я не ошибаюсь, будет розыгрыш, путевки на двоих в Египет и там какого-то количества денежных сертификатов, причем на такие ощутимо хорошие суммы. И как зарабатывать вот эти драйвы, то есть, ты можешь заказы оформлять от 100 до 200, тот драйвов тебе будут начислять за эти заказы, плюс ты там проходишь различные челленджи, то есть, компания еще и дарит эти драйвы. Вот, например, я сейчас заказывала тоже новиночку туши. Сейчас я вам скажу, где она. Просто я снимала сейчас прямой эфир, выходила в ВК, а он у меня, можно сказать, не сохранился. Вот, допустим, заказываешь вот такую, поэтому, к тому, что открыта коробка, заказываешь, вот такая новинка была, тушь такую заказал, и выложил отзыв о ней в ВК. Ссылочку на этот отзыв туда, в платформу драйв Фаберлик загрузила, все, тебе там компания, допустим, там 60 драйвов начислила, и вот у тебя уже 60 есть. Как я помню, каждые 100 драйвов, это один золотой, и получается это один шанс на победу в различных розыгрышах. И вот эти вот такие вот челленджи компания Фаберлик постоянно объявляет, то есть их там висит по 3, по 4, по 5 челленджи одновременно. То есть ты можешь за раз выполнить там какие-то вот эти вот задания, такие простые, и при этом сразу получать какое-то большое количество драйвов и являться вот, возможно, дальнейшим победителем вот в каких-то таких интересных розыгрышах. Плюс это по моменту выгоды ведения клиентского чата. То есть ты сразу получаешь вот столько много интересных моментов, и зарабатываешь на этом. И причем отмечу, что это сидя дома. Тебе не надо куда-то ездить, бегать, ходить. Плюс, когда твои подружки, да, они видят, что у тебя, получается, есть дополнительный доход. То есть ты, сидя дома, да, с ребеночком, с колясочкой, зарабатываешь там 3-7 тысяч рублей, 15 тысяч рублей. Они, естественно, начинают интересоваться, что я тоже так хочу, ничего сложного нет. Окей, не вопрос. Регистрируешь себе подружку, приглашаешь к нам ее в чат, она заходит, дальше мы с ней занимаемся. По такому же принципу она отстраивает свой клиентский чат, да, вернее, ведет его, делает, создает. Вот. Она получает свой определенный товарооборот в каталог, да, ну, пускай те же самые там 200-300 баллов. А ты, так как ты пригласила эту подружку, зарегистрировала ее к себе, помимо того, что ты получаешь выплаты со своего клиентского чата, ты еще и получаешь определенный процент ее оборотов в ее клиентском чате. И по такому же принципу дальше. У нее заинтересовалась ее подружка, у той другая, у тебя еще какая-то, у той еще. И вот эти вот все люди, они, получается, регистрируются же под тобой, то есть в твою структуру. И вот у тебя таким же, таким вот образом тоже развивается и растет структуры, и ты получаешь энные выплаты, да, по маркетингу плану с этой структуры. Почему я вначале тебе провела параллель, что если мы работаем на построение структуры, вот как я работаю, то люди разные приходят, кто-то делает заказы на 10 баллов, кто-то на 15, кто-то на 20, ну, кто-то и больше, соответственно, делает. То есть это много-много маленьких, ну, небольших заказников, да, складываются в один огромный товарооборот. Да, такая структура крепкая, плотная, потому что если, например, из товарооборота, который составляет, к примеру, 3000 баллов, выпадет человек, который делает заказы на 10 баллов, то это будет неощутимо, потому что вместо него каждый каталог приходит там сколько-то там, 10, 20, 30 новых людей, которые делают точно такие же заказы, неощутимо. А если ты работаешь на клиентских чатах, причем основываешь на этом построение своей структуры, если у тебя выпадет человек, который там делает 300-500 баллов, то это, конечно, уже будет заметно. Поэтому лучше, конечно же, это все переплетать. Но если окей, если ты хочешь заниматься чисто клиентскими чатами, и твоя цель это 10 тысяч в каталог, 5 тысяч, 10, 15, у нас есть такие, которые по 30-ки в каталог на клиентском чате зарабатывают, то окей, вполне возможно, почему бы и нет. Тем более, что мы все материалы для этого предоставляем. А для того, чтобы получать еще плюс выплаты с товарооборота своей структуры, это для тех, кто приходит на построение, нам нужно делать заказы от 50 баллов. Поэтому плюс еще девочкам своим, которые приходят к нам работать, я всегда даю альтернативу и говорю, что не вопрос, ты можешь сама делать заказы на 50 баллов для своих личных потребностей. Если же тебе сложно делать, если же тебе тяжело это делать, не вопрос, давай с тобой зайдем в клиентский чат. И не обязательно этот клиентский чат развивать так, чтобы он приносил вот такой большой доход, и там было, например, у тебя 300-400-500 баллов товарооборота. Давай сделаем мини-клиентский чат, который тебе даст возможность идти хотя бы по ВИП-программе. То есть у тебя будет заказы по 100 баллов в каталог, ты будешь идти по ВИП-программе, ты будешь участвовать на платформе Faberlic Drive, при этом у тебя будет твоя повышенная скидка, при стартовой программе ты все пройдешь, и плюсом ты еще будешь зарабатывать те же самые там 2,5-3 тысячи, а может быть даже и больше рублей на разнице в цене, вот эти вот 100 баллов, да. И вот этой суммой, которую ты заработаешь, ты сможешь и свой заказ, да, свою часть заказа оплатить, допустим, либо вложить ее, например, в ту же самую рекламу. Поэтому девчонкам, которые ко мне приходят, я говорю, что у нас здесь по сути, вот если ты по всей системе идешь и компонуешь все вот эти моменты, и никакая часть пазла у тебя не выпадает, то ты даже денег на рекламу не тратишь. То есть у тебя работает таргет, у тебя работает контекстная реклама, ты еще на бьюти-чате зарабатываешь, и структура у тебя строится, а при этом ты ноль вложений делаешь, то есть ты даже денег сюда не вкладываешь, ты только получаешь. Ну это же вообще круто. Вот таким вот образом, да, это так схематично, поверхностно, но я вам рассказала тот вектор движения, который есть в моей структуре. Но для того, чтобы вам было более понятно, что я заказываю, да, какая у нас продукция есть, с чем мы работаем, и плюс это будет перекликаться с тем, с тем, что я вам рассказала про ВИП-программу, да, ту же самую, про дополнительные скидки. Я вам сейчас покажу, что у меня здесь есть. Опять-таки проводила сейчас эфир ВКонтакте, он у меня не сохранился. Вернее, он залагал, я его удалила, в общем, не оставила. Поэтому все, я выложила из коробки, сложила все обратно и провожу повторно на ту же самую тему. Ну а сейчас смотрите, что я себе заказала. Первое, что я себе взяла, то, о чем говорила, это два коктейля. Этот один коктейль на данный момент в каталоге стоит, его полная стоимость 2399 рублей. То есть две, ну грубо говоря, 2400 стоит одна вот такая пачка коктейля. Я же его для себя приобрела за 990 рублей. Я думаю, что вы мне не заставите чек показывать, вы и так поверите, то, что я говорю. Ну вот кому нахуй, можете потом написать, я вам фотографию пришлют. Все в чеке есть. Вот этот заказ, он у меня на 54 балла. И, значит, почему коктейли? Во-первых, они вкусные. Во-вторых, они полезные. В-третьих, я этими коктейлями даже угощаю своих детей. Бывает, что мы утром в школу встаем, допустим, кушать не успеваем, там раз-раз коктейль намешали с молоком, и очень здорово. Во-вторых, сейчас апрель месяц. Все девочки меня поддержат, ну, по крайней мере, 99%. Все мы точно знаем, что зима опасна малоподвижным образом жизни. Плюс зимой самый главный праздник в году, это Новый год, когда мы отъедаемся и позволяем себе шампанское закусывать, оливьешкой, и всякими там сырами, и колбасами, и все остальное. И килограммы налипают очень быстро. Тортики, конфетки, гости, мандаринки, шампусики, вкусное винишко. И тут же все это остается на нашем фигуре, как минимум, в виде спасательного круга. Как же от него избавиться? Привыкаешь, входишь в это Т, а зимой так и так налипают дополнительные КГ, потому что мы не двигаемся, и ассортимент, да, меню наше меняется на зимнее. И понятно, что потом хочется все это сбросить. Наступает весна, март, апрель, когда мы срочно, срочно приходим к выводу, что надо что-то менять. Вот вам, пожалуйста, коктейли. Здесь есть, ну, все. Вот, смотрите, какая огромная таблица минералов, витаминов, тут пребиотики, пищевые волокна, биотин, комплекс витаминов, минералов и антиоксидантов, энзимы пищеварительные, коллаген здесь есть, то есть это наши волосы, это наши волосы, это наша кожа, это наши ногти, белки. Фаберлик славится высоким качеством продукции. Вот здесь сразу три вида белка, то есть это белок изоляционного белка, плюс два животного белка происхождения, то есть это концентраты сывороточного и молочного белка, что очень круто. Обычно производители на этом не заморачиваются, а те уж кто совсем, да, такие, там просто соевый белок и на этом все. А у нас сразу три вида белка, то есть полноценные, да, которые встраиваются в наши клетки. Без ГМО, без сахара, без глютена, бьюти-эффект, комфортное похудение, заряд энергии, уменьшает отечность, снижает тяжесть желудки, укрепляет уменитет и уменьшает чувство голода. Поэтому, если вы хотите сбросить вес, вы можете заменять, допустим, ужин в 6 часов вечера, вы заменяете прием пищи просто коктейлем. И одна порция коктейля, где 98 килокалорий. Если же вы его разводите с молоком, то, понятно, сюда плюс еще колораж молока идет. Очень легко и удобно таким образом контролировать рамки своего колоража за сутки. И таким образом вы комфортно сбрасываете вес, даже без того, что ходите в спортзал. И это очень здорово. Ну, это так, было такое немного лирическое отступление. Ну, вот два коктейля я себе взяла. Один с ванилью. Я еще ни разу такой вкус не пробовала, не брала. А другой с клубникой. Вот на сегодняшний день я на клубничке остановилась в первую очередь. И вот два этих коктейля мне обошлись в 1980 рублей. То есть по 990 рублей каждый коктейльчик. А теперь вернемся к тому, о чем я говорила. Если бы я была в клиентском чате, вы мне заказали бы эти коктейли, то я бы еще плюс, да, вот с этого заказа доработала бы полторы тысячи рублей, девочки. Ну, вот это к тому, что вы подумали и увидели, какие здесь есть возможности. У нас в компании Фаберлик. Дальше, что я еще заказала. Я заказала себе зубную пасту домой. Ну, тут я буду останавливаться на подробностях. Заказала я себе семена чия. Семена чия это вообще крутая штука, но у Фаберлик я их заказываю впервые. Я вообще честно признаюсь, что я как бы до определенного момента относилась тоже к числу тех самых ведьм, у которых четверо детей, но при этом у них шикарная фигура. Но, видимо, все равно образ жизни за ноутбуком, да и возраст, начинает сказываться. И лишние килограммы очень быстро нарастают. Вот, поэтому я вот все наблюдала за этими семенами чия. Но период их бума, когда вот, да, все мы дружно едим чия, знаменитый суперфуд, как-то у меня не было такой необходимости. А теперь вот все чаще и чаще задумываясь о здоровье, о том, как его поддержать, и заказала себе тоже. А заказала еще почему? Потому что я нашла очень интересные видео. Не настолько, насколько там было какое-то для меня открытие, но, блин, они были так красиво вкусно сняты. В общем, мы можем замочить, ну, к примеру, на ночь там столовую ложку семян чия там, либо в соке, либо в самом коктейле, между прочим, нашем, либо там в растительном молоке, например, либо в йогурте. Они набухнут, а потом мы берем красивый стаканчик, и, к примеру, нижний слой делаем там либо манго, либо бананчик, либо там какой-то творожочек, а вообще что-нибудь, либо там апельсиночки, киви какие-то. Потом мы делаем прослоечку семян чия, которые уже набухли, да, вросли вот этой вот слизистой булочкой, и сверху там другую вкусняшечку. И вот это вот все такое эстетичное, красивое, веселенькое, и мы можем это кушать. Вот нам получается полезная еда и польза для здоровья, и мы сбрасываем килограммы, а еще мы покупаем тот продукт у компании Фаберли, который действительно проверен. То есть это не где-то что-то непонятное купили, а здесь четкий производитель, сертификация, сроги годности, сроги хранения, все соблюдено. Поэтому вот, взяла себе еще семена чия, буду пробовать. Потом еще я себе взяла тоже из серии про здоровье, это чай Цитонорм. Цитонорм, цитонорм. Это травяной сбор для женского здоровья. То есть очень интересный такой сбор. Вообще у компании Фаберли, вот эти вот травяные сборы, они могут даже посоревноваться с аптечными. В чем? В том, что, во-первых, у нас своя лаборатория. Свои, не знаю, здесь это написано или нет на пакете, но вот на сайте это все можно почитать, как не свои плантации, а, ну, вообще, где, не поля, а, все вылетело это слово из головы, подскажите мне, производство, в общем, свои места, где выращиваются специальные вот эти вот травы в соответствии с экологией, да, в чистых местах, то есть за ними следят, чтобы не было никаких там ни паразитов, ничего, обрабатывается все как аккуратно, да, чтобы не было там, не нарушалась экология и не было никакой химозы и всего остального. Вот, контроль технологии выращивания, вот так правильно называть, 100% натуральные травы и комплексная поддержка организма. И здесь посмотрите, какой шикарный состав, какие здесь вообще травы. Здесь и береза, и лист пастушья сумка, и трава эрвы, трава горца, трава мяты, трава чабреца, фенхель и корень солодки. В общем, снимает тоже воспаление, мочегонное, сосудорасширяющее, желчегонное, бактерицидное, противоспазматическое, болеутоляющее, противоязвенное, смягчающее, ну, в общем, здесь много-много всего. И вот для женского здоровья, кто, у кого есть какие-то моменты, там, может быть, с мочевым пузырем, либо там с женскими какими-то воспалениями, то вот это вот, хотя бы вот так вот курсом пропить пачку, здесь 21 пакетик, ну, почему бы и нет. И причем, да, еще он начал говорить, что здесь цена за один пакет, ну, слушайте, гораздо ниже аптечной. Я вот недавно заходила в аптеки, смотрела, в аптеке такие штуки стоят на порядок дороже. А вот у нас, сейчас я вам скажу, сколько мне достался этот пакетик, травяной сбор за 107 рублей. Девочки, 107 рублей 21 пакетик чая. Ну, вы себе представляете такое в аптеке? Даже близко вы, даже аптечную там какой-то, где вот солома насыпана в эту бумагу завернутую просто, вы там даже близко, даже в таком виде качестве не найдете. А здесь вот по пакетикам все как положено. Ну, в общем, такая классная вещь. И еще я себе взяла систему. Эта система, давно я за ней гонялась, ее все не было в наличии. Система ABC пилинг. Здесь я взяла шаг А и шаг Б. Шаг С я себе не стала брать. Почему? Потому что А это самый химический энзимный пилинг, Б это микродермобразие, и шаг С это успокаивающий крем потом на лицо. Но я пользуюсь другими средствами уходовой серии, поэтому я уже это испытывала. Не первый год беру, я знаю, мне он просто не нужен. Мне такой тип кожи, что могу обходиться без него. И как это все выглядит? Значит, шаг А имеет из себя представляет, вернее, вот такую вот баночку. Сейчас, секунду. Вот такую вот баночку мы тут открываем. И вот я сейчас не буду, конечно, делать, ну, несколькими надавливаниями. Надавливаниями. Здесь выходит сам непосредственно химический пилинг. Мы его наносим на умытая личка, оставляем там на 10-15 минут. Если нужно, то можем прикрыть, например, пищевой пленкой. И потом это все смываем чистенькой водичкой. Здесь фруктовые кислоты, которые растворяют наши омертельшие частички кожи, чешуйки. И вымывают вот этот вот жир, да, сало вот это, и спор все вымывают. И все, как мы смыли водичкой, потом мы идем и достаем шаг Б. Это уже микродермобразие. Это такой вот, как я говорю, да, для себя, чтобы было все понятно, как мелкий-мелкий такой скраб, что ли. Ну, скраб от микродермобразия чем отличается? Уж я не знаю, конечно, глубоко в состав, если лезть, разбираться. То, к примеру, да, так чтобы просто обывателю было понятно. Если мы возьмем квадратный сантиметр и, к примеру, да, это я просто так говорю, чтобы было ясно, то, например, скраб на квадратный сантиметр будет иметь, например, 5 абразимных частиц, а микродермобразие на квадратный сантиметр будет иметь, к примеру, 100 абразивных частиц. И поэтому, когда вы микродермобразие после химического пилинга с фруктовыми кислотами проходите свое лицо, то оно прямо-прямо там, они такие меленькие, они прямо вам упоры вычищают, и все вот эти вот клетки скатывают, омертвежшие, полурастворенные вот эти после пилинга, все это снимает, и у вас личико чистенькое-чистенькое. Но, девочки, будьте внимательны, что пилинги можно делать только вечером перед сном, и ни в коем случае не днем, особенно если вы выходите потом на улицу, потому что у вас кожа, вы снимаете защитный слой, у вас кожа остается без защиты, и ультрафиолетовые лучи очень просто могут у вас вызвать пигментные пятна. А пигментные пятна это такая зараза, что если они как-то у вас появились, то потом вот, ну, можно, конечно, от них избавляться, но, в общем, они, скорее всего, потом так и будут оставаться. Поэтому, если вы пользуетесь, то пользуйтесь на ночь. И после того, как вы использовали, наносите свои ухаживающие средства, а на утро, когда вы идете на улицу, да, или на следующий день, обязательно, это очень важно, вы наносите защиту на лицо, то есть уход средства, сверху защиту. Поэтому я себе заказала крем Лето. Это крем SPF 50 из серии Лето от компании Фаберлик. И здесь у нас что? Он достаточно плотный, сейчас я вам покажу. У нас есть SPF 50 и ниже. То, что ниже, там 15, 20, по-моему, 30 там SPF есть, или 35, 30, по-моему. Вот, он достаточно плотный, вот видите, я здесь уже показывала карандашики. Вот, и вот такой вот, он впитывается легко. Но про SPF история, вы должны знать и понимать, что SPF крема, это не крема для ухода за кожей лица. Ну, понятно, что в нем тоже присутствуют какие-то ухаживающие вещества, но крема с SPF это про защиту. И пользоваться ими, как уходовыми средствами, нельзя. Мы можем их нанести, но помним всегда, что SPF крема, они работают где-то порядка двух-трех часов. То есть, если вы поехали на море на открытое солнце, или стоите там чуть ли не в неглиже, где-то с открытым лицом, с косынкой, под солнышком на даче, поливайте свои огурчики, то помните о том, что крем нужно, да, каждые там 2-3 часа обновлять. То есть, помазались, через несколько часов снова мажетесь. И перед сном крем с SPF обязательно нужно смывать. То есть, нельзя его оставить до следующего утра, пока вы не станете умываться. Его нужно смывать с кожи. Вот об этом нужно знать, тоже не все говорят. Вот он в такой коробочке приходит. Это серия лета, артикул у него 27-80. И есть там разные, есть и для деток, есть такие спреи, там, тра-та-та. Но я вот беру самый плотный SPF 50, потому что у меня кожа, даже вот сейчас, не знаю, видно или нет, немножко есть коричневые пятна, которые с прошлого лета еще не разрушились, и так остался этот фигмент. Вот, дальше. Дальше я еще взяла себе средство аромио. У меня сейчас закончилось дома масло чайного дерева. Полбаночки благополучно мы за зимний период израсходовали. Оставшиеся полбаночки у меня девчонки лазили сами себе, горлышко мазали и разлили, короче, вылилось. Поэтому я заказала снова. Вообще, вот это средство, это вот must-have дома в каждой домашней аптечке. Это я вам точно говорю, потому что без него вообще никуда. Если у вас болит горло, и вы ловите этот момент на начальном этапе, ну, возьмите вы масло чайного дерева, либо пальцем, если вы можете, то миндалиной себе промазать, либо прямо на ватную палочку намочите и обработайте миндалиной, у вас пройдет. Если у вас болит зуб, если у вас флюс, если у вас какие-то проблемы с деснами или какой-то стоматит, вот такая же история. Берете, делаете полоскание, ну, то есть водичка, туда несколько капель масла, и полощите рот. Очень хорошо все это убирает. На ночь можно полоскать для того, чтобы не было, например, неприятного запаха изо рта. Или, если горло болит, как я сказала, миндалиной можно смазывать. Если насморк, то можно спинку носа натереть, либо я вообще беру тоже так же ватную палочку, прямо в носу вот так хорошенечко там все прохожу себе и детям, да, ну, кто заболел. И если на начальном этапе поймать вот это состояние заболевания, то оно прямо за два дня может пройти. На утро встаешь уже огурцом. Ну, вообще волшебное. У кого-то какие-то грибковые заболевания на ногтях, какие-то вирусные, там, бывают бородавки, там еще что-то. Ну, не будем углубляться в это. Но, в общем, масло чайного дерева имеет очень широкий такой спектр, и оно воздействует и на бактерии, и на вирусы, и на грибки. То есть им можно избавляться от разных-разных неприятных состояний. Плюс им можно и массажи делать, и в ванну добавлять, и в аромалампы добавлять. Вот заболел кто-то дома, аромалампы подключили, да, с этим пульверизатором, и обеззараживается воздух. Ну, либо там несколько капелек накапать в шиколку, да, и ходить обеззараживать воздух в квартире. То есть все это можно. Дальше, я себе заказала вот такой вот, у меня дома закончилась подводка. Я взяла себе маркер для стрелочек рисовать. То есть я себе часто рисую стрелки. Вот, сейчас у меня просто туши тени. И она очень такая, вот видите, я здесь уже пыталась стереть, но сейчас у меня рука, чтобы вы понимали, с кремом. Поэтому я не знаю, давайте вот тут рисуем. Я же сейчас крем здесь тестила, да, вот тут. И она, смотрите, как рисует, очень тоненько. И очень так, в общем, вы как хотите, можете тут все разные стрелочки рисовать на своем лице. И она стойкая. То есть вот я сейчас нарисовала, вот смотрите, сколько времени прошло. Я вот сейчас ее хочу стереть, оно у меня не стирается. Вот я тру, еще и палец у меня кремовый такой в креме. И вот немножечко размазюкалась. А если бы сейчас у меня рука была бы сухая без крема, то вообще бы ничего бы не было. Видите, какая классная штука. Поэтому лето, сейчас у кого озеро, бассейны, море, можете смело себе брать. Потом я заказала вот такую тушь. Это новинка наша от Фаберлик. Это эффект накладных ресниц. Очень классная тоже тушь. Идет она с силиконовой кисточкой, смотрите. Причем кисточка, она трехугольная. Видите, как треугольнички такие, краеугольные. И ей очень удобно будет вытягивать и верх ресниц, и низ ресниц. И кисточка силиконовая. Она, посмотрите, вот такая мягкая, она легко гнется. То есть будет легко вам ею всякие вот эти поворотики делать. В общем, классная тушь. Тоже сколько смотрела обзоры. Все ее уже прям расхвалили, что она прям крутецкая. Поэтому смело можете заказывать. Все тут круто. И давно смотрела еще вот на этот карандаш. А это идет у нас карандаш для бровей. Из серии Glam, 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 Glam Outfit. Это Glam Team, по-моему. Ну ладно. Вот. И смотрите, я взяла такой себе светленький оттенок. Но опять-таки здесь сейчас рука в креме. Вот здесь же нарисуем. И вот видите, какой трезубцем идет. Вуаля. Крутецко, правда? Классный. И вот им можно, я взяла светло-коричневый. Вот. То есть рисовать бровки. Да? Вот как вам нужно. Вот такой вот оттеночек. Но очень классная штука. Вот. Буду пробовать. И на закусочку у меня здесь еще есть дезодорант. Это тоже новинка. Вот видите, у меня как заказы получаются. У меня в этом заказе больше каких-то уходовых средств и косметики. Прошлые заказы у меня были в основном. Это бытовая химия. Следующая, я так чувствую, что придет одежда. Потому что я обещала вам снять обзор на новую одежду от компании Фаберли коллекцию. Но там мне так понравились одни платья, которые с длинным рукавом. Но я не могу их, ну пока их не дождалась. Они еще пока не вышли для заказа. Как только выйдут, я обязательно закажу тогда все варианты. Ну, из тех, которые мне приглянулись. И сниму для вас видео. Ой. Вот так вкусно пахнет. Вот я люблю такие вот. Раньше, когда-то давно. Тысячу лет назад были дезодоранты Фа. Ну, они, по-моему, сейчас еще есть. Но у них поменялись ароматы. Уже нет тех. И вот у этих дезодорантов Фа был такой один аромат киви. И иногда этот аромат киви был еще с чем-то. Но вот он был зеленый такой, а иногда зеленый с желтеньким. И он был такой приятный. Вот им можно было прямо, вот я не знаю, унюхиваться. Вообще, я люблю вот, когда беру дезодорантов, стараюсь брать либо голубенькие, светленькие, либо это зеленые. Вот если зеленые, точно не промахнешься. Это всегда такой свежий, травяной какой-то. Такой аккуратный запах. И вот у нас у компании Фаберлик, кстати, тоже все сокрушалось, что у нас нет дезодорантов, спреев. Все в основном шариковые. Ну, либо спреи только парфюмированные. А тут, наконец, вы же вышли в спреи вот в таком вот виде. И вот, девочки, он так пахнет обалденно. Видите, вот такой сухой прямо летит. Здесь защита 48 часов. Очень мне нравится этот запах. Причем, что он идет как типа женский. Там есть, по-моему, два женских и два мужских. Но здесь прямо не написано, что это женский. Ну, то есть, по сути, это унисекс, потому что это запах без пола. Просто свежий. Такой вот аромат зелененький. Ну, и понятно, что на теле оно не будет пахнуть. Это не парфюмерный дезодорант. То есть, побрызгался, все, там пошел. Можешь сверху свой парфюм наносить, и все у тебя будет в порядке. Ну, вот, такой вот у меня получился за сегодня обзор. А, по поводу еще заказа не сказала, что здесь у меня на 54,53,79 баллов. И к оплате у меня вышло, да, ну, вот видим баллы. Где они? Где баллы? А, вот они под пальцем. 53,74. 53,79. Вот баллов. И к оплате у меня 4,898, ну, короче, 4,998 рублей. Вообще, 5,000 рублей за заказ, который почти 54 балла. Вот. Ну, и здесь, видите, уходовые средства, они побольше по баллам имеют, что вес. Поэтому, если бы здесь еще была бы бытовая химия, то было бы, конечно, подороже. Но вот такая история. Но при всем при этом истинная цена этого заказа, конечно же, вот как минимум по 3,000 дороже. Поэтому, если бы я не шла по ВИП-программе, то я бы заплатила не 5,000 рублей, а туда же еще трое, треечку прибавьте. Потому что коктейли по 2,500. А я заплатила за них 990 рублей. Поэтому я вам сейчас показала вот продукцию, что вы сейчас делали связку себе в голове, да, отложили. Продукцию, которой пользуется человек. То есть я это взяла для себя, не на продажу, не потому, что надо хоть что-то взять, чтобы сделать личный объем. Я взяла те продукты, которые мне действительно нужны. Дезики, коктейли, SPF, масло чайного дерева, что там у меня еще было, зубная паста, чия. То есть то, что мне надо. То есть мне не надо было заказывать 115-ю тушь. Я взяла то, что у меня моя закончилась. Вот она уже на ресницах, она уже так, я ее прям вымазывала, уже сухая стала. То есть я взяла то, что мне было надо. Сейчас солнце будет жарить. Я взяла себе SPF, да, эту систему, да, для лица взяла, потому что мне нужно. Вот я лицом занимаюсь. Кстати, вот вчера я вам обещала снять видео про чистку с ультразвуковым аппаратом. Такой классный. Вот я вчера тоже чистила лицо, вообще супер. Поры прямо вообще пробиваются только так. Надо тоже вам снять, показать. В общем, я это к чему? К тому, что когда вы занимаетесь, работаете сотрудничеством с компанией Faberlic, вопрос, как делать личный объем, чем его делать. Что вот я уже была в продуктовой компании, у меня все деньги были завалены дома коробками. Ну тут этот вопрос Faberlic не стоит. Здесь есть все то, что нужно. Широта ассортимента позволяет брать только то, что тебе действительно нужно. Ну и основываясь на этом, да, вот картинку сразу в голове складывайте. Вы когда ведете клиентские бьюти-чаты, вы же понимаете, что люди же заказывают то же самое. Вот я вам пример показала. Кому-то нужна зубная паста, кому-то нужен шампунь, кому-то нужны там кремики какие-то, кому-то стиральный порошочек, кому-то чистящее средство, кому-то для унитаза, кому-то для ребеночка подмывалка, кому-то средства для мытья бутылочек, кому-то подгузники нужны, кому-то прокладки, кому-то трусики. Огромнейший ассортимент. И люди, пробуя нашу продукцию, никак в жизни не пойдут потом покупать в магазин на улице. Потому что вот я вам показала, даже чай стоит 107 рублей, 21 пакетик. Хороший, качественный, настоящий травяной сбор, который, блин, можно, не знаю, где найти. Если там где-то в аптеке, то вообще будут сумасшедшие деньги стоить. Либо, например, ну сейчас я не знаю, что вам сказать, потому что у меня опять этот заказ такой прямо. Ну вообще, шампуни наши. Вот наши шампуни, там, я не знаю, самый дешевый шампунь сейчас, какая-нибудь чистая линия, такая самая простецкая, в магазине по красной цене стоит, не знаю, порядка 150 рублей. А у нас даже шампуни там по 127 бывает взять, можно по 123, по 107 рублей. Я вчера смотрела шампуни по 107 рублей, это с учетом моей 26% скидки. Сейчас построю, есть ли они, если нету. Это одежда, посмотрите, сколько много. Блин, ну это только вот прям бери и... Опять новинки какие-то. Вот видите, опять какие-то новинки, сколько можно, да? Ай, какая прелесть. Какие царицы такие голубенькие, платьишки, горошки вышли. Туничка, наверное. Планет, это платье дымчато-голубой. Вот этого не было в прошлом каталоге. Юбки такие. Сейчас я сяду, буду листать. Вот это платье я хочу заказать вам, вот такого типажа, и вам показать. Но пока их нет в наличии, вот они как появятся, я обязательно возьму. Себе точно возьму. Если сядет, то прям буду носить. Так, белье. Сейчас я пока полистаю. Кто не хочет ждать, пока я полистаю, вы можете перемотать чуть-чуть. Я прям хочу найти этот шампунь. Я не знаю, он будет или нет. Вообще должен быть. А БАДов сколько? Молекулярные БАДы только от ничего стоят. Это вообще бомба. Детские серии. Вот они, дезодоранты наши. Вот наш дезодорант, который я вам сейчас показывала, в следующем каталоге, он стоит, вот полная у него цена 400, а так он стоит 199 рублей. Отсюда отнимите скидку 20-26%. Я вот сейчас ходила по магазину, по ленте, и еще там в каком-то была... А, вот они, наши шампунь. Вот, то там вообще простецкие дезодоранты непонятные по 250 рублей и выше, по 360. Ну, то есть, таких цен, как у компании Фаберлик, в магазинах и близко, уже давным-давно нигде нет. Поэтому, если вы заведете свой клиентский чат и будете правильно его ввести, то я вам гарантирую, что люди оценят. Вот, смотрите, шампуни. 380 мл, то есть, полноценно большая банка шампуня, стоит 139 рублей. Это цена каталога. Девочки, 139. Кремик для рук суперский, классный и для ног. Сама им пользуюсь, мне очень нравится. 99 рублей, это каталожная цена. А со скидкой еще у вас получается еще дешевле. Там по 73, по 75, по 80 рублей. Шампунь тогда выходит вообще порядка 100 рублей. 107 рублей получается один шампунь. Но вы где в магазине, такие цены увидите. То есть, когда вы это доносите своим покупателям. Новинка еще какая-то сыворотка для волосей. То есть, новинки постоянные. То есть, не успеваешь, даже, понимаете, продукция не успевает приесться. Она постоянно новая, новая и новая. Вот так вот. То есть, много-много всего интересного. И для заработка, да, вернемся к тому, с чего я начала. Что мой доход составил за последние 3 месяца 623 тысячи, там, 200, там, с чем-то рублей. То есть, 623 тысячи рублей я получила за 3 месяца сотрудничества с компанией Фиберлик. Вы можете так же. У нас все для этого есть. Поэтому, да, чтобы сейчас не затягивать вот это долгое прощание. Потому что я всегда не могу закончить видео. У меня все ля-ля-ля, рот не закрывается. Вот. Поэтому внизу есть ссылочка на мой WhatsApp. Пожалуйста, сами не регистрируйтесь. Я каждый раз об этом говорю. Идите напрямую ко мне в WhatsApp. Пишите. Вот. Мы с вами выясним, куда вас зарегистрировать. Потому что у меня сейчас строятся 2 молоденькие будущие директорские ветки. Одна ветка находится в первой линии у моей ветки директорской моего сына. То есть, по сути, это то же самое, это я. А вторая ветка идет, растет сейчас в моей первой линии. То есть, там голова этой ветки, бывший директор Арифлейм, Соломкина Валерия. Поэтому, если вы хотите, да, роста, чтобы вас взяли, зарегистрировали, научили и сопровождали далеко и глубоко, и вы хотите стоять в основании, да, этой ветки, то есть, гарантированно понимая, что там будет еще долго идти рост, то окей, пожалуйста, пишите, варианты есть. У нас контекстная реклама, у нас таргетированная реклама, у нас клиентские чаты, обучение, сопровождение, помощь, все материалы. Ну, то есть, есть все для того, чтобы взять и делать, и расти. Ну, я с вами делюсь своим опытом и в полном вашем распоряжении. Все, на этом пока. Контакты мои есть внизу под этим видео. Продолжение следует...